Продается коттедж в собственности площадью 424,4 квадратных метра. Итальянская мебель, три гаража, земельный участок 13,5 соток на Черном мысу. Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Дарья Давыдова. В этом выпуске. Если сани готовят летом, то скейты зимой. В нашем городе открыли площадку для занятий экстремальными видами спорта. Одной из самых серьезных ДТП декабря под Сургутом в жесткой аварии погибли два человека. И перинатальному бытия определился застройщик, который возведет новый корпус медицинского центра. В преддверии Нового года губернатор Югры Наталья Комарова дала окружным ведомствам ряд серьезных поручений по контролю в социальной и экономической сферах. В частности, необходимо выработать систему, которая будет мониторить цены на продукты питания, лекарства, оборудование, которое приобретается в рамках государственного или муниципального заказа для обеспечения нужд социальной сферы. Департаменты ЖКХ и энергетики, дорожного хозяйства и транспорта призваны взять под наблюдение обеспечение пассажирских перевозок, а ведомство по недропользованию должно сформировать перечень компаний, которые не вошли в список системообразующих предприятий. Все мероприятия проведут в частности в связи с реагированием на ситуацию по колебаниям на финансовых и энергетических рынках. Между тем, мы спросили у сургутян, куда они вкладывают свои сбережения и вкладывают ли. Наверное, недвижимость. Да, скорее всего, недвижимость, думаю, тоже так. Да ничего не нужно делать. Просто все возвратится на место в 2015 году. Ну, примерно в конце, как говорит наш уважаемый Владимир Владимирович Путин. Ну, это что-то удивительно даже. На 5 тысяч поднялся стол журнальный. Стоил 12 неделю назад, сейчас уже 17 с лишним. Все зависит от правительства, скорее всего, как они там поступят. Ну, доллар ни в коем случае не влаживался, в евро тоже. Потому что, возможно, цены-то упадут, уже падают. Ну, если только золото слаживать, да и все, больше. Подводим итоги и делаем прогнозы. Что ждет Россия в наступающем 2015-м и каковы перспективы у рубля? Читайте в свежем выпуске еженедельника в Центре Событий. Кроме того, вы узнаете, почему власти отложили идею с энергопайками, какими культурными и спортивными событиями запомнился год 2014-й и какие образовательные нормы уже испытали на себе школьники. Новый выпуск в Центре Событий. Ищите в торговых точках города уже сегодня. В Общественной палате России предложили сделать 31 декабря выходным днем. С инициативой в Минтруда и Госдуму намерен обратиться представитель ОПМ Султан Хамзаев. Он объяснил, что в последний день в году большинства сокращенный рабочий день, а большую часть оставшегося времени люди тратят на дорогу домой. В случае невозможности предоставления дополнительного выходного дня Хамзаев предложил позаимствовать его у январских каникул. Правда, в этот 31 декабря нам все же предстоит работать. Если инициативу и одобрят, то не раньше будущего года. В минувшую пятницу в районе поселка Ультьягун на 85-м километре дороги Сургут-Нижневартовск произошло серьезное ДТП. Водитель Форда Транзит, совершая обгон, столкнулся на встречной полосе с грузовым маном. Следовавший за Фордом КАМАЗ также стал участником аварии, не успев затормозить. В результате ДТП водители этих двух машин скончались на месте. Движение по трассе было парализовано. На несколько часов образовалась многокилометровая пробка. Ликвидировать ее удалось ближе к ночи, когда растащили покореженные автомобили. А как она на ходу? Прямо она, да? Не, я имею в виду, не заведется, ничего. Это авария стала одной из серьезнейших в декабре уходящего года. Всего за минувшие выходные в Югре произошло 24 ДТП, в которых 4 человека погибли и 38 получили травмы. Задержано почти полторы сотни водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. Готовь скейтборд зимой. В Сургуте в парке Засаймой наконец-то завершилось строительство объекта для экстремальных видов спорта. Идея вынашивалась, воплощалась, рушилась и переделывалась с 2009 года. Почему приняли скейтпарк только сейчас, под Новый год, знает Екатерина Любешева. Две недели назад здесь было чистое поле. Части скейтпарка привезли из Питера и смонтировали на месте за неделю. Проектировщикам ставили срок сдать парк до Нового года. Специалисты все сделали вовремя. Для роликов, скейтборда, BMX и самокат непосредственно. Но также можно использовать и другие велосипеды, маутинбайка, маутинборд. Но они уже не настолько. Сноуборд немножко под испортит конструкцию, поцарапает, порежет покрытие. Несмотря на то, что парк возвели в рекордно короткие сроки, проект можно назвать многострадальным. Идея уже больше пяти лет. За это время менялось предполагаемое место парка – размещение фигур. Изначально тендер выиграла компания, которая по духу от экстремальных видов спорта очень-очень далека. Увидев то, что возводится, всполошились сургутские экстремалы. Решили вмешаться и правильно сделали. С третьей попытки на объект зашел застройщик из Санкт-Петербурга, за плечами которого сотни подобных сооружений. Плюс ребята знают, что делают, потому что сами, как говорится, в теме. Деньги выделены из резервного фонда правительства Тюменской области по ходатайству депутатов, в том числе Виктора Буртного. Парламентарий горел этой идеей с 2009 года и делал все возможное. Есть определенные особенности законодательства, по которым документы о приемке скейт-парка, которые мы запланировали аж в 2009 году, должны быть подписаны в 2014. И поэтому, да, безусловно, мы понимаем, что некая подготовка саней, на которых мы будем кататься летом, происходит зимой. Ну, значит, мы остаемся в такой русской фольклорной парадигме. Все фигуры, они были согласованы с нашими местными райдерами, сургутскими. Когда был подготовлен базовый проект, мы собрали ребят и спросили их, ребят, ну, смотрите, как вам вот то, что появится через какое-то время. Ребята внесли свои корректировки. Производители говорят, что этот скейт-парк без ремонта сможет простоять минимум три года. Комплектующие к нему где-то специально заказывать не нужно. Конструкция выполнена из ламинированной влагостойкой фанеры на деревянном каркасе с поручнями. И реконструировать ее, если что, можно на месте. Красную ленту в этом декабре так никто и не разрезал. Официальное открытие назначили ориентировочно на конец мая. Областной депутат обещал сам приехать на стрит-велосипеде, чтобы одним из первых испытать конструкцию. И привезет с собой команду тюменских экстремалов, чтобы те показали все возможности нового скейт-парка. Возможно, сразу проведут и соревнования российского масштаба. Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости. Автовокзал переезжает. С 13 января кассы транспортного предприятия будут располагаться на территории Сургутского аэропорта. Билеты на междугородные рейсы можно будет приобрести или там, или в трансагентстве на проспекте Мира, 36. Посадка пассажиров и отправление автобусов будет осуществляться на конечной остановке Сургутского аэровокзала с правой стороны площади. Подробную информацию можно получить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Земельный участок под автостанцию у нас определен в районе Грибоедовской развязки. Мы смотрели, как приблизить объект транспортной инфраструктуры максимально к действующим объектам транспорта. Один из вариантов был как раз приблизить его к ЖД вокзалу, второй к аэропорту. Мы предусмотрели еще одно место перспективное для размещения второй автостанции. Он как раз находится приблизительно в районе речного вокзала, но актуальным этот вопрос будет при решении вопроса строительства второго моста через Рейково. Близятся новогодние каникулы и несмотря на то, что сильных морозов пока не было, медперсонал ожогового отделения клинической городской больницы трудится не покладая рук. В этом году здесь прошли лечение 60 человек. Светлана Стебенькова продолжит тему. По-настоящему суровых затяжных морозов еще не было, а в ожоговом отделении уже проходят лечение 9 человек. Многие из них даже не подозревали, что получить отморожение можно при температуре в минус 1. Для того, чтобы получить отморожение, не надо температуру 40-50 градусов. Иногда у нас попадают к нам пациенты в конце августа месяца, когда просто холодная погода, влажно, сыро и возникает частный вид отморожения, так называемая транширная стопа, которая лечится очень плохо и в основном это чаще всего заканчивается ампутациями конечностей. Заведующее отделением констатирует, что, как правило, количество пациентов с обморожениями колеблется от 20 до 60 в год. Чаще всего сюда попадают люди в состоянии алкогольного опьянения и те, кто одевается не по погоде. Не заметил, что холодно было. И все, и одна нога выкарабкалась, вторая нет. Молодому человеку ампутировали пальцы левой ноги. На второй ноге пальцы спасти удалось. И во многом потому, что мужчина сразу обратился за медицинской помощью. Его соседу по палате повезло меньше. Он пришел в больницу слишком поздно, так как живет на даче. Его телефон замерз. Знакомых, которые живут рядом, ночью тревожить не стал. В итоге пациент лишился обоих стоп-ног и всех пальцев на руках. Врачи напоминают, ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Чем быстрее вы обратитесь за медицинской помощью, тем лучше. Если вы получили отморожение, не надо заниматься самолечением. Нужно обращаться в наше отделение. Потому что значимую помощь в лечении отморожений мы можем оказать в основном в первые 12 часов после получения холодовой травмы. После 12 часов, когда произошло согревание конечностей, мы получаем то, что уже получил пациент. И бороться с осложнениями гораздо тяжелее. Светлана Стебенькова, Анна Максимова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Возводить новый корпус перинатального центра в Сургуте будет питерская фирма. Компании из Петербурга удалось победить в открытом конкурсе инвестиционных проектов, которые устроили окружные власти. При этом, отмечу, стоимость проекта возросла с 11 до 18 миллиардов рублей, что вызвало большое недовольство некоторых депутатов Думы Югры. По словам главы города Дмитрия Попова, это подорожание строительства перинатального обусловлено уникальностью объекта и широким спектром услуг, которые будут предоставлять в новом корпусе. Его общая площадь 40 тысяч квадратных метров. Отделение будет рассчитано на 315 коек, более 180 посещений в сутки. Для города основная проблема заключалась в подготовке на определенном земельном участке инженерных сетей. Также площадку было необходимо расширить, потому как новый корпус перинатального не помещался в рамки первоначального проекта. Мы выделили земельный участок, и после того, как проектировщик приступил к работам, уточнили его границы, увеличили, понимая, что такой объект, который мы хотим получить в городе Сургуте на предварительно выделенном земельном участке, просто не помещался по нормативам. Мы оперативно отработали все вопросы, которые были в нашей компетенции по формированию этого земельного участка в увеличенном размере. Продолжение хороших традиций. Русское радио в Сургуте провело очередную благотворительную акцию «Новогодняя сказка». На праздник в парк развлечений «Хапилон» пригласили порядка 80 ребятишек из малообеспеченных семей. Разве это не праздник делать то, что в обычное время запрещено? Сказочные персонажи, коза Лилла и Малефисента, вручали ребятишкам подарки за то, что они кривлялись. Кто смешнее всех состроил рожицу, тот и победил. После праздничной части перешли к официальной. Вручению дипломов победителям творческого конкурса «Рождественская открытка». Детей в фантазии не ограничивали. Одной из первых награда досталась самой юной художнице Варваре Ревягиной. Варенька вместе с мамой рисовала ладошками. Первые места также заняли Данил Вележанский, Катя Ревягина, Варя Саушкина. Я рисовала снеговика и стишинки, а потом я разукрашивала. Все. А, ну и елочки там еще. Я рисовала олененка, потом елочку со звездой и снежинки. Пролетел Дед Мороз и подложил под елку подарки. Незабываемые эмоции дарят приключениям. Во второй части праздника ребятишки пустились в получасовой квест по парку развлечений в компании сказочных героев. Дарим подарки ребятам, дарим эмоции и впечатления. И очень радуемся тому, что видим их сегодня красивых, улыбчивых. Глаза сверкают. Значит, праздник удался. На прощание ребятишкам подарили презенты, в том числе сладкие. Генеральный партнер проекта – общество «Газпромпереработка». Отлично, замечательно. Детям нравится, довольны, играются, призвятся. Вот я думаю, что в восторге. Катались на аттракционах. Вот маленькая у меня на лошадках каталась, да? Очень понравилось. Мальчишки на машинках катались тоже в восторге, визжат. Еще там такая горка вверх-вниз. В общем, очень понравилось. Спасибо русскому радио. Все было очень здорово. Проводить новогоднюю сказку для малышей стала традицией. И ее обязательно повторят и на следующий год. Татьяна Расторгуева, Екатерина Любешева, Сергей Коликов. Сургут. Интерновости. Минувшие выходные инициативная группа 911 организовала для активной молодежи Сургута новогодний квест. Дед Мороз, Снегурочки, Мэри Поппинс и просто горожане несколько часов ездили по городу, искали подсказки и выполняли различные задания. Например, найти место по фотографии или определить объект по заданным координатам. Всего в игре участвовало 4 команды. Организаторы говорят, что не случайно решили устроить квест именно в преддверии Нового года. Почему у детей должен быть праздник? Мы тоже хотим улыбаться, веселиться. Мы просто общаться. Мы просто позитивные люди. Служим! Свисток судьи, брызги воды и крики болельщиков. В такой атмосфере прошло первенство города по плаванию среди юниоров. На него заявились 200 человек, что по оценке главного судьи соревнований Дениса Гришина достаточно много. Первенство в плавательном бассейне «Водолей» проводится традиционно в конце года. Участники соревновались на дистанции в 50 метров. Сразу же хотелось сказать, что эти соревнования не являются отборочными. И мы хотели бы просто на этих соревнованиях дать ребятам возможность стартануть в конце года, показать свои лучшие результаты и также выполнить нормативы новые. Хоккейный год в Сургуте завершен. Заключительные матчи в этом году провели хоккеисты «Нефтяника» 2000 года рождения. Они выступают в первенстве страны среди спортивных школ в Уральском дивизионе. Соперником сургутян стали спортсмены Тобольска из команды «Ангелы Сибири». Гости в текущем сезоне не смогли одержать ни одной победы при разнице забитых и пропущенных шайб в минус 108. Не стали исключением две игры против «Нефтяника». Сургутяне одержали две убедительных победы с результатами 12-1 и 9-5. Команда – это первая, которая начала выступать в городе Тобольске на первенстве России. То есть они протаптывают дорогу молодому поколению. То есть, в принципе, это самая взрослая команда, которая есть в Тобольске, на которую, в принципе, должны равняться малыши. Но пока равняться не на что. Будем работать, стараться, стремиться. Последние матчи в 2014-м провела и главная хоккейная команда Сургута – «Нефтяник», выступающая в первенстве ЮХЛ. На своем льду наши спортсмены принимали гостей из Екатеринбурга – «Автомобилист». Уральцы занимали третью позицию в таблице чемпионата, и две победы позволяли команде подняться в турнирные таблицы к лидерам – «Омским ястребом» и «Челябинскому трактору». Потому настрой на матч в Сургуте был как никогда запредельным. Ребят предупреждал, что игры будут серьезные. Команда «Нефтяник» – ровная команда, боевитая команда. Игры в Екатеринбурге показали, что непросто с ними играть. Там нельзя кого-то индивидуально выделить. Она ровненькая такая команда, и что нам здесь будет непросто и нелегко. В упорной борьбе оба матча закончились с небольшим преимуществом «Автомобилистов». В первой игре итоговый счет на табло 5-4, в повторной встрече – 4-3. Лидирует в чемпионате омская команда «Автомобилист». На третьей позиции «Нефтяник» на восьмой строчке. Следующие матчи сургутяне проведут на домашнем льду. В рамках чемпионата ЮХЛ 17 и 18 января наши спортсмены примут «Нефтекамский торос». На этом у нас все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Телерадио компания «Сургут Интерновости» и салон кожи и меха «Соленья Коллизиония» приглашают встретить Новый год в кругу друзей. 31 декабря, в канун новогодней ночи, окунитесь в атмосферу праздника и веселья. Смотрите «Новогодний огонек» с участием самых интересных, ярких, успешных персон нашего родного города, а также известных эстрадных и музыкальных коллективов «Сургута» на канале ТВ3. Благодарим за содействие. Магазин «Спар», компанию «Югра ПГС», кредитно-производственную компанию «Ренда». Компания «Сипромстрой» открыла собственный отдел продаж в 38-м микрорайоне. Уникальное предложение – квартира от 2 миллионов рублей. Покупая квартиру в 38-м микрорайоне, вы получаете возможность приобрести собственное парковочное место всего за 100 тысяч рублей. Телефон в «Сургуте» 600-190 или обращайтесь в отдел продаж по адресу. Город «Сургут», Тюменский тракт, 6-1. Вход со стороны ТРЦ «Аура». Удачная покупка та, которая приносит удачу. Уникальная акция от салона кожи и дубленок «Флорида». Соверши покупку и участвуй в розыгрыше ценных призов, главной из которых – две путевки на двоих в Анталью. Город «Сургут», проспект Ленина, 16. Приглашаем в новую вип-сауну «Урарту». К вашим услугам – три зала с финской и турецкой парилками, а также бассейнами, мини-бар, караоке, гидромассаж, вай-фай, уютные комнаты отдыха, бесплатные горячие напитки и банные принадлежности. Улица Нагорная, 1-1, телефон 25-16-16. А почему всё так дёшево? Да потому что мы не жадные! В магазине «Пятёрочка» подарок новогодний. В гостях у пингвинят – 700 грамм, всего 219 рублей. Скидка – 26%. «Пятёрочка» – удивительно низкие цены. Современные, стильные, надёжные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральный. Открытый для всех, доступный каждому. КОНЕЦ И о погоде на 30 декабря. Здравствуйте в студии Елена Оливанова. Меховое изделие от солений коллизионе. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем. И с хорошим настроением остаются нас совсем. До конца декабря новогодние скидки. В предстоящий вторник в большей части Западной Сибири похолодает. Скажется наступление циклонического вихря с юга-запада, откуда потянутся массивы снеговых облаков. Ночь в Саргуте и окрестностях с прояснениями без существенных осадков. Направление ветра юго-восточное – 3,8 метра в секунду. Температура воздуха – минус 22,27. Утром облачное, преимущественно без осадков. На столбиках термометров около 23 градусов мороза. Днем также облачное, начнется снег. Ветер с переходом на восточные – 4,9 метра в секунду. Температура – 17,22, ниже нуля. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В сети салонов обуви «Саламандр» новая акция скидкой 50% на вторую пару. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и составить 758 миллиметров ртутного столба. Волшебство! В аквариуме – плавающая русалочка. Она умеет двигаться в воде, вверх и вниз, исполнять трюки и плавать на спине. Превосходная игрушка уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Как обновить квартиру к Новому году? Начните с мебели. Удобные и очень красивые шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские – из экологически чистых материалов. Изготовят по вашему персональному заказу на «Фабрике Комфорта». В компании «Фабрика Комфорта» Новый год уже начался. Грандиозное снижение цен. Салон кожи и меха «Солени Коллизиони» представляет богатую коллекцию шуб и меховых манто. Норка, соболь, рысь – воздушные, мягкие и соблазнительные. Достойный выбор дубленок всевозможных расцветок. «Солени Коллизиони» – торгово-развлекательный центр «Сургут Ситимолл». Второй этаж. «Солени Коллизиони» поздравляет всех с Новым годом и дарит праздничные скидки минус 50% на весь ассортимент. «Солени Коллизиони» согреет вас в любую погоду. Я желаю солнечной погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова